Радио Классика 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 В Химках есть там такой факультет военных дирижеров. И зазвучала симфония Василия Сергеевича Калинникова. Это божественной красоты музыка. Да. Ты знаешь, дело в том, что вот и сколько лет я после в этой армии, как-то вот общаясь с музыкантами, и, кстати, классическими, как-то вот или она в программе не стояла, или как-то вот ее мало слушали, эту музыку. Он россиянин, композитор. Где-то там Перемь или какой-то город, я уж не помню оттуда. По-моему, да, он был родом из Перми, был современником Сергея Васильевича Рахманинова. Абсолютно верно, да. Он очень мало прожил, он написал очень много красивой музыки, в том числе вот эту твою любимую симфонию. Да, и я услышал эту симфонию, значит, я прибежал, я так был взволнован. Я прибежал, я помню, к дирижеру Александра Яковлевича, у нас был Кравцов, капитан. Я говорю, что за музыка? Можно? А ты, это классическая музыка, это не ваша эстрада там. Ну, а военные люди же знаете, какие они такие все, чеканят четко все, конкретно. Я говорю, не, ну это такая красота. И вот я услышал, когда основная тема. У меня мурашки идут по телу, когда я слушаю. Такая русская, русская тема. Ну, ты знаешь, прям, ну, такое, прям меня так взволновало. И вот я стал потихоньку слушать, приобщаться, так сказать, к классической музыке. Ну, естественно, Чайковского очень много слушал. Я слушал Рахманинова, Дебюси, значит, Брамса, концерты. Потом уже здесь, в Алматы, мы ходили. Кстати, я должен сказать, что наш алматинский, какой стал оркестр симфонической музыки, очень мне нравилось, когда особенно они делают какой-то увеличенный состав. И прям вот так звучит красиво, потрясающе. Тоже, видимо, это работа нашего ректора консерватории. Вот такое было знакомство. Ну, естественно, ну, я, конечно, еще должен сказать о том, что сегодня уже, в сегодняшнее время, я, конечно, очень хорошо понимаю, что классическая музыка, это очень такой сложный вопрос. Это вопрос, связанный, если хотите, с внутренним человеческим восприятием всего мира. И я уж не помню, кто говорил, что музыка не создает идей, но может их осуществить, исполнить, да, посредством музыкального языка. И поэтому это такое понятие. Я хочу здесь сказать, что вот вы знаете, все годы я занимался джазовой музыкой, как известно, и очень много изучил ее, проанализировал, начиная там с клавишной музыки, там, Ускара Питерсона, значит, с аксофонной музыкой, великих Чарли Паркера или Дюка Эллингтона, значит, и много-много еще других звезд. И, конечно, достаточно неплохо мог разбираться в этом, и даже импровизировать, и мог сочинять какие-то мелодии. Но вот на сегодняшний день, как ни странно, я удивляюсь, что я все время, все время отхожу от вот этого американского мышления, потому что, ну что говорить, мы все учились на американской музыке, джазмены меня поймут. И, ну сейчас вот, не знаю, с чем связано, может быть, с возрастом, все больше и больше меня интересует симфоническая музыка. И музыка, я бы ее назвал какая-то, знаете ли, музыка души, музыка сердца, музыка, вот именно состояние человека внутреннего, музыка образа, и это все интересно. Но единственное, что я хотел бы здесь добавить, что не в том классическом варианте, не в тех аранжерохов, не в тех инструментовках, которые были для того времени, именно для 18, 17, там, 19 веков, а сегодняшнего времени. Ну, к примеру, чтобы это объяснить, я бы привел такой пример, как на классической основе была сделана оригинальная музыка, и многие современные композиторы, в том числе в Европе и в Америке, пишут сегодня такую потрясающую музыку. Вот я на примере, например, музыки для кино, много очень красивой музыки записано, и никто ее практически не слышал. Ну, не то, что никто, мало количества народу. Хотелось бы больше, чтобы ее пропагандировали, такую музыку. Ну, к примеру, есть фильм, может быть, ты видел, «Английский пациент». Там на протяжении всего фильма звучит, значит, рефреном мелодия, и, значит, в конце на титрах мы слышим прекрасную музыку, я считаю. Ну, вот то, что именно меня волнует... То есть музыка современного ливанского композитора, к сожалению, я не помню, как его зовут. Да, я тоже не помню. Габриэль, фамилию сейчас не вспомню, но музыка очень красивая, я с тобой согласна. Очень красивая. И вот я говорю, почему я это привел пример, что я говорю, как можно классическую музыку в новых формах преподносить прекрасно, немножечко ритмическую структуру подвинуть, гармонию немножечко усложнить, но все равно базируется... Это сложно, конечно, это музыканты только понимают, но, тем не менее, восприятие ошеломляющее, и действие на эмоциональный, такой человеческий потенциал очень сильно, поэтому она всегда звучит взволнованно, и там есть что-то новое, куда-то нас ведущее, понимаете? Уважаемые радиослушатели, это программа «Диалог с Кариной Абдулиной» на Радио Классика. И сейчас на волнах нашей радиостанции прозвучит оригинальная фантазия на тему аранхуэского концерта Хоакина Родриго в исполнении гостя моей сегодняшней программы замечательного гитариста Булата Сыздыкова. КОНЕЦ 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 Уважаемые радиослушатели, это программа «Диалог с Кариной Абдулиной» на Радио Классика. И сейчас на волнах нашей радиостанции прозвучала оригинальная фантазия на тему аранхуэского концерта испанского композитора Хоакина Родриго в исполнении гостя моей сегодняшней программы замечательного известного музыканта, гитариста, заслуженного деятеля Республики Казахстан Булата Сыздыкова. Булат, скажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову идея обратиться к музыке Хоакина Родриго? Да, это хороший вопрос. Как-то однажды, я помню, я услышал среди произведений одного из моих любимых гитаристов, который стоит у меня на первом месте, это Пака де Лусия, который играет и классическую музыку, но больше он, конечно, синтезированная музыка, то есть музыка, смешанная с классической, с народной музыкой, так называемая фламенко. Ну, наверное, все радиослушатели знают это имя, потому что это человек, у которого концерты расписаны на 2-3 года вперед. И мне повезло в жизни им, кстати, мы с тобой были у него... Мы с тобой были на его концерте в Швейцарии. Да, мы были с тобой на его концерте на одном, потом я в Германию ездил тоже. Вот, и когда я среди других концертов, как раз мне попался в руки Ронхуэский концерт в исполнении Пака де Лусия, конечно, я был очарован, очарован, ну, прежде всего, самой музыкой, самой темой Ронхуэского концерта. И, кстати, надо сказать, что Хоакен Родригес прожил достаточно долгую жизнь. Он уже был в преклонном возрасте, я помню, в записях его вызывали на сцену, он выходил, такой уже старичок. И все оркестры мира, конечно же, в репертуаре есть у них это произведение. Очень много гитаристов классических играет. Это произведение, оно, конечно, для классической гитары написано, звучит потрясающе и красиво. Вот, и я услышал эту тему. Пара-дам, тара-дам, тара-дам, тара-дам. Ну, люди знают, и радиослушатели наверняка слышали. И, конечно, я вот ходил эту мелодию, у меня все время в голове. И где-то еще на курорте или где-нибудь за границей услышал эту мелодию. У меня все время преследовала мысль о том, что нужно это сыграть и как бы окунуться в очаровательные звуки, в эти мелодии. Но и здесь же еще мы понимаем, что это такая с испанским оттенком музыка, знаете, очень красивая и близка на сегодняшний день мне. Потому что я очень люблю испанскую, латиноамериканскую музыку. Вот ты написал свою оригинальную фантазию на тему этого концерта. И, на мой взгляд, она получилась очень удачная, очень красивая. И все-таки в таком достаточно академичном музыкальном стиле. Да, то есть она была сделана, на мой взгляд, достаточно несложно для того, чтобы, ну, если можно так сказать, вот простой обыватель, нормальный человек, как в нашем понятии музыкальном, мог послушать и чтобы это было ему более-менее понятно. Я думаю, что слишком не загружать с точки зрения музыкальных трудностей. Поэтому мне казалось, что нужно показать хорошо мелодию основную, но сыграть импровизацию тоже на эту тему, но не совсем уж усложнять, чтобы народу было приятно на слух. Она сама по себе мелодия очень приятная на слух и запоминающаяся. Я хочу тебе сказать, что тебе это очень хорошо удалось. Но у меня, знаешь, возникает такой вопрос. Все-таки гитара – это не такой распространенный инструмент среди музыкантов, как то же самое фортепиано или скрипка. Вот скажи, пожалуйста, когда ты начал играть на гитаре? В каком возрасте? Ну, значит, у меня получилось все очень банально и все очень просто. Моя мама, она привела меня в Дом культуры. Она не была музыкантом? Нет, она не была. Ты не из музыкальной семьи? Нет, нет, нет. Но, тем не менее, оказывается, она у меня была из дома, мама моя. И они там баловались, играли на гитаре, на семиструнной. И она владела какими-то петьми на уровне цыганочки, вот такие, знаете, с выходом они там плясали и так далее. И вот она меня привела в этот ДК и говорит, давай пойдешь на баян. Тогда модно было, да? Тогда модно было. А там уже мест не было на баяне или что-то еще. А я услышал случайно гитару. И тебе понравилось? И я так, да-да-да-да, я все, я пойду на гитару, мне так понравилось. И, в общем, записался, и там надо было определенный экзамен сдать, там, ну, то есть, тесты, проверки, и все вроде я прошел, подошел. Но, в конце концов, это у нас было такое частное платное обучение. Первый год мы платили с мамой, как сейчас помню, десять, вот это, червонцы тогда назывались, красные деньги российские. А второй год я уже учился бесплатно, потому что я стал лучшим учеником, и педагог просто сказал, что тебе не надо, с тебя не надо брать денег. Значит, это все-таки судьба была. Ну, может быть, не знаю. И вот он сказал, что я тебе лучше дам направление в Ленинградскую консерваторию, потому что тебе нужно учиться по гитаре, говорит, продолжать. Конечно, я вот жалею, что я не усвоил два направления, и классическое, и джазовое. Я больше, конечно, был увлечен джазовой гитарой, но тогда это было что-то вообще новое, и, да, а классическое вот гитару не освоил, как положено. Но ты говорил, что просто мама побоялась одного мальчишку отпускать в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Да, да, да. И ты остался в Караганде в твоем родном городе. Да, да, совершенно верно. Но зато сейчас ты являешься самым знаменитым карагандинским музыкантом. Это я могу тебе с уверенностью сто процентов сказать. Скажи, пожалуйста, Булат, а правда ли то, что ты был круглым отличником, пока не взял в руки гитару? Ой, это правда. Я вот семь лет был круглым отличником. Моя мама все эти, пока была жива, берегла эти табеля. Раньше были табеля в школе. Грамоты, я помню. Грамоты, все у меня есть. И там одни пятерка, там молодец. В общем, более того, я скажу, что педагоги мне предрекали, ну, по меньшей мере, математиком быть или там что-то связанное с техническими профессиями. Но хотя я и русскую литературу неплохо знал. Вот. И решал контрольный, я помню, по геометрии за 15 минут по физике. И меня отпускали прямо из класса. Я уходил, отдыхал там. Ну, ты сейчас в математике, понимаешь, намного больше, чем я. Ну, да, у тебя-то же совсем гуманитарный склад ума. Ну, и как же получилось так, что ты стал троечником? Да. И вот, представляешь, вот как я познакомился с этой гитарой и стал заниматься. Я абсолютно забросил учебу. И я, знаешь, вот на той базе, что еще чуть-чуть имел, я первый год так передвигался, передвигался, ну, так сказать, на тех знаниях, которые были. И начал так деградировать, опускаться. И опустился, да, в общем, пошли четверки, а потом тройки все. Ну, к десятому классу я стал круглым двоечником. Честно признался, ты не скрываешь этого. Но зато к десятому классу ты уже владел прекрасной гитарой. Да, и более того, директор школы сказал, он мне, во-первых, дал никнейм, джазмен, ну, кличку. Так, и единственным парнем, это мне разрешалось носить волосы. Я почти, у меня волос был почти до пояса. Вот ниже, вот по грудь. В то время, в советское время. В то время, в советское время. Он говорил, ему одному можно такие люди, Пал Палыч у нас был. Ну, ты, наверное, организовывал взамен культурные вечера, танцы. Вот за счет этого я выбрался, получил этот аттестат. Потому что, ну, я же говорю, что я уже совсем плохо стал заниматься. Но быстро-быстро приобретал навыки игры на гитаре. И я уже, конечно, в девятом, к девятому, десятому классу мы уже играли свободно на танцах. Играли музыку Битлз, Ролик Сонс, там, не знаю, и много-много других групп. И, естественно, все школьные вечера обслуживал я. У меня уже был составчик, девочки пели, ребята играли. И вот мы, и это, конечно, нравилось руководству школы, что всегда у нас выпускной вечер. Не надо никого платить, никого не... Есть свой джазмен. При этом ты все равно стал музыкантом. И, видимо, это было неспроста, это была твоя судьба. И я знаю, что ты являешься не только исполнителем, но и автором произведений, которые ты исполняешь. И сейчас я предлагаю нашим радиослушателям послушать одно твое оригинальное произведение. Это будет гитарная импровизация под названием «Акустические мысли». Исполняет гитарист Булац из Дыков. 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 Исполняет гитарист Булац. Исполняет гитарист Булац из Дыков. 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 Исполняет гитарист Булац. Исполняет гитарист Булац. Диалог. Исполняет гитарист Булац. Исполняет гитарист Булац из Дыков. Исполняет гитарист Булац. Исполняет гитарист Булац из Дыков. Исполняет гитарист Булац из Дыков. Исполняет гитарист Булац из Дыков. Исполняет гитарист Булац. 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 Родину защищать. Давай поясним нашим радиоуслужцам, что ты служил в оркестре. Штаба дивизии. Среднеазиатского краснознаменного округа. Военного округа. Да. Абсолютно верно. Молодец. Но я знаю, что до того, как ты пошел в армию, ты уже был принят филармонию солистом в Караганде. У тебя очень большой стаж сценический. Да. А что произошло после армии? Вот, да, до армии я как раз-таки год проработал в филармонии нашей в Карагандинской, где меня, как сейчас помню, проверяли и принимали с песней Муслима Магома «Благодарю тебя». Напой один кусочек. Благодарю тебя за песенность города и так далее. У тебя приятный голос. За смех и за печаль, за тихое прощай. Ну, это надо громко петь. Вот, и, в общем, я был принят, да, год проработал в филармонии, и вот как раз в это время приехали на гастроли ансамбль «Гульдер» Алматин. В Караганду, в твой родной город. В Караганду, да. Ну, и кто-то им там что-то поведал по поводу меня, что там в Карагаде есть какой-то гитарист неплохой мальчишка подает надежды. Но они решили пригласить меня. Я пришел на встречу, и вот они, о, все, мы тебя берем, мол. Я говорю, ну, я же в армии, все там это, туда-сюда. Они говорят, ну, ничего, отслужишь их к нам. И вот, действительно, уже заканчивал службу, они опять приезжали, мы встречались. Но тогда, я же работал в филармонии, и наш коллектив назывался «Время и песни». Меня за сто дней до приказа первого из дивизий демилизовали, и на второй день, на следующий день, я уже улетел в Москву на гастроли с ансамблем «Время и песни». Мы проехали где-то, наверное, концертов на сто мы уехали. Потрясающе. Да. А потом ты стал работать в «Гульдере». А потом вот я приехал, и они все-таки нашли меня, все, и пригласили. Тогда как раз пришла в том, в 76-м году туда работать наша знаменитая Роза Куанышина-Рымбаева. Ну, для тебя, по-моему, просто розочка. Да, розочка, с которой, кстати, мы тоже очень тесно сотрудничали, написали много песен, она исполняла много моих песен. И много лет ты проработал в составе ее аккомпанирующего ансамбля «Арай». Абсолютно верно. Да. И вот так вот и началось. Так я перебрался в Алмату. Ну, естественно, прошел все то, что положено, общежитие там и так далее. Ну, а как без этого? Это вот жизнь музыканта. Все музыканты знают, как, когда ты перемещаешься из города в город и так далее. Мы уже привыкли к этому. Ну, это, наверное, путь любого музыканта состоит из трудностей, в том числе. Давай еще расскажем нашим радиослушателям о том, что ты проработал в Москве много лет, в оркестре замечательного композитора Максима Дунаевского. Да, да. Это тоже большой опыт. Да, и ты был сессионным музыкантом практически у всех российских звезд. И потом, в конце концов, судьба распорядилась так, что ты встретил на своем пути меня. Абсолютно верно. И вот мы с тобой уже 20 лет вместе. Я человек с академическим классическим образованием, ты человек с джазным образованием. Это очень хорошо. Но, тем не менее, я знаю, что ты очень любишь и ценишь классическую музыку. И я хочу сейчас, Булат, нашим радиослушателям представить одну твою оригинальную композицию, которую ты сочинил несколько лет назад. И нескромно, уважаемые радиослушатели, так замечу, что это произведение Булат посвятил мне. Можешь немножко подробнее о нем рассказать? Да, это как раз вот... Ты знаешь, как она пришла в голову, это произведение? Вот что тебя вдохновляет на написание твоей музыки? Неужели я спустя 20 лет все еще тебя вдохновляю? Ну, это было не спустя 20 лет, несколько, чуть раньше, хотя не так давно. Но дело в том, что мы с тобой действительно работаем уже 20, а то и 21 с немногим больше лет, и знакомы больше, и общаемся. Ну, я тебе должен сказать, конечно, что я очень ценю твои... вообще твое мироощущение с точки зрения музыки, вообще твой талант, безусловно, еще к тому же. Ты не только потрясающий музыкант, но еще и человек, который может собрать воедино свои мысли и написать какие-то тексты или стихи. Это потрясающе, это очень... это талантливые люди. И об этом надо говорить, это прекрасно, надо это понимать. Я просто радуюсь за тебя, что тебе, Боженька, вот так поцеловал и дал тебе возможность, чтобы ты могла этим поделиться с людьми. Это прекрасно. Спасибо. Поэтому я, когда думал, и думаю, ну вот такая музыка, она, ну, достаточно лиреичная такая, и с современными, может быть, гармониями, но, тем не менее, основа все-таки там классическая, потому что там и игра аккомпанирующая, и мелодия, и бас, все как-то сыграно и придумано на классической основе, может быть, с более современными гармониями. Я подумал, наверное, это очень близко вот с твоим мышлением, потому что тебе нравилось, как ни странно, ты классический музыкант, но тебе нравилось, когда я тебе дал диск певицы. Джонни Митчелл. Джонни Митчелл, она тебе очень понравилась, хотя та девочка, девочка, так сказать, джазовая, но у ней тоже, кстати, такая приближенная классическая музыка много. А ты знаешь, мне нравятся хорошие музыканты, вне зависимости от жанра, в котором они работают. Это, я как-то все это увидел и подумал, господи, это же точно Каринкин внутренний мир. И таким образом посвятил вот эту музыку для тебя. И назвал ее Госик, но почему Госик, потому что я Чикузик. Да, уважаемые радиослушатели, у нас есть свои прозвища, которыми мы называем друг друга в обыденной жизни. И сейчас на волнах радиоклассика прозвучит пьеса для акустической гитары Булата Сыздыкова, которую он назвал Госик. Госик исполняет автор. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диалог Как часто ты в своем творчестве, в своем авторском творчестве Обращаешься к своим истокам Я знаю, что ты написал не одну пьесу на основе казахских национальных тем А также Кюев И одно из таких произведений мы вскоре послушаем Но вот расскажи, пожалуйста, что для тебя вообще означает это понятие Родина? Это очень важная, важная тема Важная тема внутри, я считаю, любого человека И каждого человека, который не должен, так сказать, проигнорировать ее вниманием Я как-то говорил, не знаю, много раз говорил о том, что музыканты Привязаны к территориям, на которых они играют И на которых они живут И перемещаясь из страны в страну Из одного в другой мир Соответственно, они его ощущают Они с ним знакомятся И это производит для них Дает им пищу для сочинительства Для выражения своих мыслей И так далее Ну вот Наибольшее время, которое я провел На территории, где я трудился Это была территория Казахстана Соответственно, моя Родина Ну, скажем, город Караганда, это юность А теперь Алмата, это уже зрелый возраст И, конечно же, меня не могло не волновать То, что происходит у нас в стране А в нашем мире, в мире музыки Конечно же, интересовало фольклор Или, как мы сегодня говорим, эпос Я, конечно, много слушал Кюев Слушал казахских композиторов И тоже начал пробовать сочинять что-то И первое произведение я написал, называл Под названием «Степные ветры» Мы ее исполняли на концерте В составе группы «Арай» Она где-то есть у нас на радио в архиве Вот Ну, она такая, конечно, была Приджизована, сложная музыка Вот А уже позже Уже позже я начал обращаться Кюев Даже, я помню, поднял архив Более полторы-две тысячи Кюев прослушал И, кстати, здесь интересные моменты есть Вот в нашей Кюеве казахской, да Играли русские люди И много играли военных Генерал, там, какой-нибудь Сидоров играл Это еще, наверное, в царские времена Они интересовались очень Да, да, очень-очень Это было так интересно То есть, вот, она волновала Она, значит, как-то влияла И нравилась, значит, не только Нашим казахам, так сказать И другим национальностям Людям другой национальности Это очень прекрасно И вот они сидят там, значит На банкетах или каких-то вечерах Они, значит, менялись Вот, обменивались музыкальными Дарами своих стран Своих национальностей И вот После этого Я решил, думаю Ну, давай попробуем, может быть, какую-то Сделаем импровизацию Может быть, какую-то Такой, знаешь, парафраз Какой-то На основе наших кюев И вот за Одно у меня произведение есть Одна импровизация На основе кюя Татимбета Саржаляу Где вокруг него Я попытался создать такую Ауру Используя наш казахский лад Ну, мы знаем, что казахский лад Он натуральный Но самое Я вот думаю сегодня Что самое трудное Это импровизировать Потому что Сам лад Достаточно прост И нужно найти Такие комбинации Такие, правильно Чтобы они характеризовали Именно казахское начало Именно Потому что Можно пойти в другое В этом ладу И русские играют И то есть другие И можно уйти Недкуда, куда надо Это вот Очень важный момент Значит, что здесь Нужно умение Использовать чувство Как мы говорим Чувствовать Да Свою линию Свой лад И вот Попробовал записать Мы сегодня Если у нас возможность будет Можем это послушать Эту импровизацию Именно это произведение Мы послушаем В завершении нашей С тобой беседы И я знаю То, что Всякий раз Бывая за границей А бываешь Там очень часто Ты прежде всего Исполняешь Свою музыку Основанную На казахских Фольклорных элементах И ты всегда Мне говорила о том Что Иностранные слушатели Воспринимают ее Гораздо с большим интересом Нежели когда Иностранец приезжает к ним И играет их музыку Тот же самый джаз Так ли это? Это абсолютно так Конечно Это Более того Это проверено На одной из наших поездок С тобой Кстати Мы были в Испании И на острове Пальма де Мальверка Был такой концерт Сборный Потому что там Присутствовали голландцы И немцы Англичане И кубинцы были И когда мы вышли Ну мы с тобой Вышли на сцену И начали петь Энни Ленокс Которую ты Шикарно исполняешь Ну как-то Вот они сидят Иностранцы И хлопают Ну Они Конечно Они почувствовали Хорошее исполнение Все такое Но это было им знакомо Да Это было с чем сравнить Это было Так сказать Уже на слуху Но потом В программе не было Но я говорю Давай сыграем И когда вот я сыграл Кюй То это Очень понравилось Они даже встали И начали стоя аплодировать То есть это о чем говорит Что любой культуре И особенно за рубежом Всегда интересно То что происходит За границей То есть не на их территории А на других территориях Тем самым Они узнают Культуру народа Его быт Его историю Булат Мне было очень интересно Общаться с тобой Несмотря на то Что мы с тобой знакомы Уже 20 лет И общаемся практически ежедневно И я думаю Что наши радиослушатели Тоже в свою очередь Были рады Слышать тебя В эфире Радиоклассика Я от всей души Желаю тебе Конечно же Крепкого здоровья Творческих успехов И неиссякаемого Творческого потенциала Особенно В новом году Году лошади Который вот только-только Наступил И прежде чем Завершение нашей с тобой Беседы на волнах Радиоклассика В твоем исполнении Прозвучит Твоя же Собственная Оригинальная импровизация На казахские народные темы В основе которых Лежит тема Кюе Татмбета Саржайляу Я хотела попросить тебя Пожелать что-то Нашим радиослушателям Прежде всего Я хотел бы Поблагодарить тебя Карина За то что ты меня Пригласила На эту увлекательную беседу И Поблагодарить Радиоклассика Что я чудом Оказался здесь Не считая себя Полноправным Классическим музыкантом Полноценным Но тем не менее Это очень приятно И спасибо Я очень благодарен вам А радиослушателям Мне бы хотелось От всей души пожелать Чтобы в этом году В новом 2014 У нас было больше идей У нас Благополучный год Прошел Чтобы все Ваши родственники Все ваши друзья Были живы И здоровы Это самое главное И чтобы радость Не покидала Вас целый год Спасибо большое Уважаемые радиослушатели А у меня в гостях Был Замечательный музыкант Известный гитарист Заслуженный деятель Республики Казахстан Була Цыздыков А с вами была Карина Абдулина До встречи через неделю До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok